Подобные истории, это то, ради чего я встаю утром с постели, вот хлебом меня не корми, только дай побольше подобного контента. Просто, просто вслушайтесь в описании, пока что без контекста, и расскажите мне потом свои первые впечатления в комментариях, окей? Бывшая третисортная диснеевская звезда доросла до легального возраста, пришла на платформу под названием O.A.N.S., где женщины продают разнообразные обнаженные части своего тела за разнообразные же суммы от 50 до 100 долларов, но теперь, правда, уже поменьше, вы скоро поймете почему. Она начинает кидать своих подписчиков на бабло, обещая прямо вот максимально эротичную фотографию, фотокарточку, если хотите. Она, будучи бывшей актрисой, то есть человеком не бедным, как минимум, начинает кидать своих подписчиков на бабло, тех самых подписчиков, которые уже отдают ей 20 долларов за неопределенного рода контент. Она им пишет, что я тебе пришлю прямо максимально эротичную фотографию, и тебе это обойдется всего лишь в каких-то жалких 200 долларов, а потом берет и не присылает, присылает что-то совершенно другое, заставляя таким образом огромное количество платежных систем возвращать бабло недовольным покупателям, которым не оказали запрошенные ими услуги. Из-за этого платформа O.A.N.S. начинает снижать максимальные пороги донатов, максимальные пороги подписок и все остальные пороги, таким образом вызывая невероятный гнев со стороны настоящих трушных OG-контент-мейкеров, которые эту платформу строили своим непосильным трудом. Вы представляете, как тяжело, между прочим, сфоткать бабки в душе? Это не каждый может, я вам так скажу, а потом еще и 50-100 долларов за это зарабатывать. Это же нужно себе на банк вскищет одним нажатием кнопки бабло перевести. Вот вы так можете, бабки, отдыхающие в шахтах на полставки? Я так не думаю. Но знаете, в чем самый цемис? Самая микотка, самая вишенка на этом сратом торте? Знаете, в чем она заключается? Знаете, в чем? Этого на самом деле не случилось. То есть нет, правила действительно ужесточаются на платформе, и Белла Торн, бывшая диснеевская актриса, действительно зарабатывает 2 миллиона долларов, фоткая себя в душе. Это да, это происходит. А вот кидал его подписчиков на бабло, якобы из-за которого правила ужесточились, и якобы именно из-за него остальные, настоящие производители творчества для этой замечательной платформы оказались жертвами. Его не происходило. Это был самый обыкновенный фейк, который распространил типичный постоялец Форчена, наверное. И они повелись на него. Успешные бизнесвумены, которые построили свой бизнес на творчестве, повелись на него. Такое ощущение, как будто для того, чтобы торговать фотками своей задницы из душа, не нужно много интеллекта. Я вот даже не знаю. Выносите своих мертвецов! Выносите своих мертвецов! Сколько? Два миллиона. Я не мертвый! Что? Ничего. Да-да, вы услышали меня правильно, мальчики и девочки. Белла Торн, бывшая диснеевская актриса, о которой вы, скорее всего, никогда раньше не слышали и больше не услышите, потому что ей больше не нужно сниматься ни в каком кино с такими доходами, заработала за свою первую неделю пребывания на OnlyFancy порядка двух миллионов долларов. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, тем ли вы делом занимаетесь в своей жизни, то теперь у меня есть для вас четкий ответ. Не тем. Мы все занимаемся не тем делом в этой жизни, потому что Белла Торн понимает, как правильно нужно существовать аниме. Вы, скорее всего, также задаетесь вопросом, каким именно образом диснеевская актриса, о которой вы никогда раньше не слышали и которая далеко не для каждого мужчины наверняка отвечает понятием красоты. Ну, знаете, некоторые предпочитают девочек побольше, некоторые предпочитают не такую квадратную рожу, ну, всякие разные понятия у людей бывают. Конечно, каким образом она, имея не самое громкое имя в мире, зарабатывает два миллиона долларов в неделю? Ну, я вам могу на это такой ответ дать. У подобного рода третисортных актрис, о которых вы никогда раньше не слышали, на самом деле гораздо больше фанатов, чем вы можете себе представить. И даже вот этого относительно небольшого количества, если мы сравниваем с кем-нибудь более знаменитым, уже хватает для того, чтобы, если с каждого из них взять по 20 долларов, в итоге получились подобные вот суммы. То есть опять сыграл пресловутый синдром негласного меньшинства. Вы об этих людях не слышите, но они существуют. Их много. Насколько именно их много, никто сказать точно не может. Вот, пожалуйста, ее подтвержденный аккаунт в OnlyFinds. Запомните, кстати говоря, то, что он до сих пор существует и не забанен. Это будет важно для дальнейшей информации. Счетчика подписчиков тут нет, однако, если мы обращаем внимание на счетчик лайков, то замечаем 95 с половиной тысяч. Причем постов в общей сложности насчитывается порядка 46. Я думаю, логично будет предположить, что эти лайки распределяются более-менее равномерно, потому что если человек подписался за деньги, то он с большой вероятностью будет просматривать буквально все посты и, возможно, даже все эти посты он будет лайкать. Дальше математику производите сами. Ну и умножайте и получайте в итоге более-менее такие вот ориентировочные деньги. Точных цифр, к сожалению, никто назвать не может. Но самое главное, что вы сейчас должны запомнить, что ее аккаунт подтвержден и он до сих пор не забанен. Удержите эту мысль. Окей, допустим, их много. Почему тогда все эти люди готовы подписываться на нее аж за 20 долларов ради, откровенно говоря, сомнительного содержания контента, как мы дальше поймем? А очень просто. Потому что она звезда. Даже если она третисортная, все еще ее звездность является фактором подписки. Людям не особо важно, насколько она привлекательна. Наверняка они ее таковой находят, раз они на нее подписались еще до OnlyFans. Но в любом случае, чисто за счет того, что это звезда, подобного рода может быть эротический контент, уже становится заведомо интересен. Отсюда и берутся такие высокие цифры. Вы аналогичную ситуацию могли наблюдать несколько месяцев назад, когда я обсуждал платформу OnlyFans на примере женщины Айдапса. Ну помните, когда я говорил про то, что продавать такие фотки нормально. Я, кстати говоря, до сих пор настаиваю на этом тезисе. Я действительно настаиваю на том, что продавать подобного рода контент, это то же самое, что продавать абсолютно любой другой контент. Если вы готовы и согласны добровольно его производить, если на него есть спрос, то почему бы тогда не светить своими голыми телесами на весь интернет? Вы буквально получаете за это бесплатные деньги. Я не знаю, может быть, для кого-то сейчас Америку открою, и это, конечно, пойдет в разрез сегодняшним нашим главным героям, так сказать, недовольной общественности. Но делать голые фотки в душе, это не очень сложно, это требует одного нажатия кнопки. Причем я... я даже дальше зайду, вы готовы к этому? Людям, которые платят 20, сука, долларов в месяц за то, чтобы смотреть на вашу задницу, им особо нету разницы, насколько хорошая там цвет коррекция, как хорошо там выставлен свет. Они этот товар покупают не за тем, а я уже рассказал, зачем именно, да? То есть да, вы буквально печатаете бесплатные деньги за счет минимальных трудозатрат. Ничего плохого в этом нет. Я тоже люблю бесплатные деньги, как и все остальные люди. Если они говорят, что их не любят, то они врут. Единственное что, мне кажется, что так будет правильно поступать, называйте вещи своими именами. Вы не занимаетесь творчеством, вы не производите творчество, вот это вот пафосное слово. Вы ничего нового в этот мир не привносите. Вы продаете голые фотки своей задницы из душа. Это все, что вы делаете. Давайте просто называйте вещи своими именами, вот как оно есть. И знаете что? Знаете, что я вам скажу? Я испытываю невероятное уважение к женщинам, которые реально прямо об этом говорят. Да, я просто продаю свои голые фотки, на этом зарабатываю, потому что это позволяет мне печатать бесплатные деньги. И мне абсолютно насрать творчество. Это не творчество, кто как к этому относится. Мне на это все из своего пятизвездочного отеля Вакапулька, где я только что купил новенький айфон, как-то фиолетовый, если честно. Я таких женщин могу уважать. Что, скажите мне, что в этом мире физически может быть прекраснее лицезреть, нежели праведный и, что самое главное, честный, идущий из души бомбеж торгашек задницы, у которых голливудские звезды начали отжимать бизнес. Честно, не знаю, может быть энергетический напиток имба, а даже если он не прекраснее, как минимум он даст вам необходимую для того, чтобы ржать над этим дебилизмом энергию. Мне он ее дает каждый день. Энергетический напиток для геймеров имба Энерджи без добавления сахара повышает концентрацию, скорость реакции, внимание и просто дает прилив энергии. Еще и по выгодной цене, всего 50 рублей за порцию в зиплоке, а при покупке комбо с максимальной скидкой так и вообще 36. В одном зиплоке 15 порций, хватит надолго. Высыпаете содержимое пакетика в обычную питьевую воду, помешиваете и готово, можно пить. Еще и в классном фирменном шейкере, кстати, тоже его можно приобрести. К этому времени уже 11 новых вкусов появилось, там и ягодные есть, и фруктовые, каких только нет. Еще и с удобной доставкой до дверей, при заказе 1500 рублей принесут бесплатно, а по моему промокоду скидка 10%. Или можете приобрести комбо-набор, где есть сразу несколько вкусов, и шейкер, и широкие ковры, там скидка доходит до 32%. Плюс антисептики и стикерпак в качестве бесплатного бонуса. Заказывайте имбэнерджи по моей ссылке в описании и наслаждайтесь отличным вкусом. Белла Торн ведет свой онлифанс аккаунт в течение недели, и уже за это непродолжительное время заработало порядка миллиона долларов по оценкам экспертов, но, судя по ее собственным словам, эта цифра гораздо ближе к двум миллионам долларов. И вот, казалось бы, типичные завсегдаты этой платформы, которые делают на ней контент, они, по идее, должны быть рады такому развитию событий. Это же круто, когда к нам приходят такие большие звезды, привлекают к этой платформе внимание. Это же означает потенциальный рост для нас, простого плебса. Но нет, не тут-то было на самом деле, потому что этот самый простой плебс, который считает, что он занимается творчеством, он оказался недоволен тем, что у него начали отжимать бизнес. Вот, например, Картер Круз говорит, это, как описывает статья, это такая замечательная звезда кино для взрослых, а также музыкант, творческая личность, между прочим, творческих личностей надо уважать. Она нам говорит следующее. Я не удивлюсь, если в скором времени OnlyFans начнет крайне сильно давить работников эротической сферы творчества, так как он изначально собирался это делать. Он собирался быть более мейнстримной платформой, однако именно благодаря таким настоящим производителям, как мы, он поднялся и стал невероятно каким-то адовым прям мейнстримным джиггернаутом, как у нас в русских деревнях любят говорить. Если вы об OnlyFans слышали хотя бы раз в жизни, то, скорее всего, в прошлом году, когда у него происходил самый-самый буйный рост. Почему так получилось? Потому что Патреон, гораздо более известная краудфайдинговая платформа, начала вводить активные, довольно жестокие ограничения по тому, как именно на ее платформе будет распространяться эротического рода контент. И многие из девок, которые до этого торговали свои голые задницы из души на Патреоне, им пришлось оттуда куда-нибудь перекатиться. Тут-то к ним на помощь и пришел OnlyFans, у которого таких ограничений не было. И вот вы наверняка задаетесь вопросом. Погоди, погоди, Культас, вот вы думаете сейчас, как знатоки интернет-истории, ведь что-то подобное уже происходило в прошлом и ничем хорошим не закончилось. А правильно, правильно вы думаете, то же самое происходило с Тумблером. Все в том же 2019 году Тумблер, будучи тогда еще одной из самых больших и самых знаменитых платформ для распространения эротического творчества, настоящего творчества, то есть там артов каких-то или очень крутых других фанатских вещей, там прям реально профессиональных фотографий и всякого такого, они буквально запретили. Они запретили подобного рода контент у себя на платформе распространять. Вот максимальные ограничения наложили. Все, этого больше делать нельзя было. Угадайте, что случилось? Угадайте, что случилось после этих запретов? Да, правильно, на этот сайт больше никто никогда не заходил. Его цена упала более чем на 95%. Я сейчас лишь шучу, это на самом деле произошло. Его в итоге купили, я помню, Verizon в свое время его покупал за какие-то просто бешеные, там чуть ли не полтора или два миллиарда, я уже толком не помню. Им пришлось продать его за где-то миллиона три или четыре, то есть от миллиарда спустились до единичных миллионов или около того. Этот сайт стал буквально никому не нужен. То же самое произошло с Патреоном. Единственная разница заключается в том, что Патреон все еще нужен людям, которые производят настоящее творчество, настоящий контент. Почему именно Патреон решил как будто бы такую же самую ошибку совершить, если уже было проверено на примере Тумблера, что это была ошибка? Дело тут не столько в самом Патреоне, как это ни странно, сколько в платежных системах, с которыми Патреон работает. И, кстати говоря, этот принцип касается и многих других платформ с пользовательским контентом. Они все склоняются к тому, что 18 Plus контент не очень сильно любят. Почему? Потому что, если вы, кстати, работаете в платежных системах внезапно, то вы можете эту информацию подтвердить или опровергнуть в комментариях, платежные системы не любят работать с 18 Plus контентом из-за огромного процента возврата денег. Возврат денег для платежной системы – это плохо, особенно когда они происходят в таких гигантских масштабах, как якобы в этот раз, хотя на самом деле этого не произошло, но о нем чуть позже. Для платежных систем возврат денег – это лишняя волокита, которой никто не хочет заниматься. Да, это проблемное. Лучше, чтобы просто проходили транзакции, и никто не запрашивал свои деньги назад. Как так получается, что у 18 Plus контента такой большой процент возврата денег? Да очень просто, потому что, когда человек получил то, что он хотел, да, и когда он, так сказать, закончил свои дела, если вы понимаете, о чем я, на него снисходит озарение, вот прям осеняет его, да, что он только что отдал несоразмерно много бабла за контент, который, давайте будем честными, того не стоит. Что он делает? Правильно, он возвращает эти деньги назад, естественно, предварительно сохранив контент у себя на носителях памяти. Ну, мало ли, вдруг захочется передумать. Поэтому платежные системы к 18 Plus контенту относятся очень-очень скептически. Они давят на платформы, которые его распространением занимаются, потому что это приводит к проблемам и для платежной системы, и для платформы. Патреон, естественно, не хочет себе этого геморроя. Ему легче просто сказать, знаете, что у нас пусть будут только обыкновенные креаторы. Если вы подобного рода контент распространяете, то, ну, извольте следовать вот этому огромному ряду ограничений. Куда деваться? OnlyFans для вот этих униженных и оскорбленных в 2019 году стала душена. Это была единственная платформа, которая такого рода контент не давила. И, как правильно отмечает еще один производитель творчества с OnlyFans под никнеймом или именем Cat, я прекрасно понимаю, что на OnlyFans распространяется не только эротический контент, но именно этот контент платформу поднял просто до небес. Она действительно поднялась до небес. Она за кратчайшие сроки стала невероятно популярной. С этим спорить просто невозможно. Именно такие производители контент, как я, сделали эту платформу знаменитой. И мне кажется, что не совсем справедливо, когда мы вот сидим на платформе, ориентированной на средний класс, и контентом, производством этого контента занимается тот же самый средний класс, маленькие производители, не голливудские звезды, не совсем справедливо пускать на эту платформу прям гигантских звезд, которые, давайте называть вещи своими именами, отжимают у нас бизнес, отжимают у нас потенциальных симпов, которые могли бы эти 20 долларов за подписку дать нам, а не ей, этой долбаной миллионерши, которая сидит у себя в особняке, и ей все мало. Ей все мало, сука. Вот я не понимаю, если честно, о чем они думают. Не, знаешь, даже не так. Я понимаю, о чем они думают, я не понимаю, как именно они эту информацию обрабатывают у себя в голове. Они понимают, что они врут сами себе. Они понимают, насколько то, что они говорят, дебильно и лицемерно звучит. Я не знаю, может быть, я такой гений, просто с невероятным высоким IQ, и никогда раньше об этом не знал просто. Но мне кажется, что когда ты занят в подобного рода сфере, у тебя все-таки должен быть, у тебя должна быть какая-то степень, как у нас в русских деревнях говорят, self-awareness. Ты должен понимать, что именно ты творишь, и ты должен отдавать себе отчет в том, что тебе платят не за твое творчество. Тебе платят не за то, что ты такой хороший человек. Тебе платят за твои телеса, которые кто-то находит привлекательными по какой-то причине. И знаете что, я, может быть, сейчас опять же для кого-то Америку открою, этот бизнес не самый долгосрочный, потому что в какой-то момент ты постареешь, в какой-то момент твои телеса перестанут быть такими привлекательными. И да, конечно, хочется, пока у тебя еще есть такая возможность, выжить из этого дела все до последней копейки. Но ты, по крайней мере, отдавай себе отчет в том, и желательно еще и не ври народу, да, что ты не занимаешься творчеством, и у тебя просто отжимают бизнес. И ты бомбишь исключительно из-за того, что у тебя отжимают бизнес, а не из-за какой-то там непонятной высшей справедливости, да, несправедливо пускать больших производителей. Ну а кто виноват в том, что ее задница пользуется большей популярностью, чем твоей? Иди становись голливудской звездой сама, может быть, тогда заработаешь тоже пару миллионов за неделю. А че, кто тебе мешает? Ах, да точно, я знаю, кто им мешает. Отсутствие таланта или мастерства, или желания заниматься чем-то более серьезным, чем фоткать свою задницу в душе. Да это, скорее всего, это им мешает. Ну так я предполагаю. А вот что о своем пребывании на платформе говорит сама Белла Торн для нее, это социальный эксперимент, на котором она, конечно же, еще и зарабатывает деньги, который сразу же пускает в производство фильма. Она его сейчас снимает со своим коллегой в только что открытой продакшн-студии. Ну вот что она говорит по поводу социального эксперимента, по поводу этой части. Я эту жизнь пытаюсь сейчас прожить на себе, говорит она. Как именно эта индустрия работает? Каково это пребывать на подобной платформе? Что это означает для ее пользователей, для тех, кто подписывается, для тех, кто производит контент и так далее? Что соединяет тебя с окружающим миром и с твоими подписчиками на OnlyFancy? Как именно эта платформа может изменить твою жизнь к лучшему или к худшему? Насколько далеко ты, как производитель творчества, будешь готов зайти? Насколько далеко ты захочешь зайти, а не то, что можешь? Вы можете быть мной или какой-то талантливой девочкой из Монтаны. И кем бы вы ни были, OnlyFans может изменить вашу жизнь. Если вы, конечно же, захотите, чтобы он изменил вашу жизнь. Это нам говорит бывшая, не бедная, мягко говоря, актриса диснеевская, которая сейчас живет в своем домике где-нибудь в Беверли-Хиллз и не знает горя. Ну а теперь, когда она получает 2 миллиона долларов в неделю, она горя не знает и тем более. Однако здесь начинается самый интересный момент истории. Понимаете, как работает бомбеж в подобных ситуациях? Его довольно часто бывает сложно обосновать. Что я имею в виду? Вот эти девочки, которые еще вчера продавали своим подписчикам свою голую задницу за условные 15-20 долларов, а завтра, открыв свою страницу и уже на готове стоя, чтобы запостить новенькую фоточку и заработать себе на очередную точилу или на необходимые для жизни вещи, там уж у кого как по цифрам получается, они понимают, что у них только что стало немножко меньше подписчиков, потому что вот эта вот голливудская звезда начала отжимать у них бизнес. Они, естественно, бомбят от такого, потому что они хотят бабла, а у них только что стало либо меньше бабла, либо меньше перспектив для того, чтобы зарабатывать этого бабла, да? Они начинают бомбить, но у них нету легитимной причины бомбить, потому что Белла Торн ничего плохого не сделала, она играет по правилам. Соответственно, им нужно свой праведный гнев каким-то образом обосновать, им нужно уцепиться за что-нибудь, за любую абсолютно зацепку, неважно, насколько она правдоподобная, насколько она легитимная, усыпиться хотя бы за что-нибудь, чтобы потенциально ее с этой платформы вытеснить, потому что они такие честные и справедливые, а не потому, что им просто нужно меньше конкуренции, да? Но если вы подумали, что они просто хотят устранить конкуренцию, то вы абсолютно не правы, вот что я вам скажу, ребят. А как они это сделают? Давайте посмотрим. Завирусившийся тематический скриншот вы сейчас видите на своих экранах, мальчики и девочки, якобы из переписки подписчика Беллы Торн с, собственно говоря, Беллой Торн, где она обещает за 200 долларов, за довольно крупную, немаленькую сумму, прислать этому загадочному подписчику свою максимально эротичную фотографию. То, что не найти в ее публичных галереях, эксклюзивный контент. Оказалось, якобы тогда, на тот момент мы думали, что так оказалось, много с кем подобная переписка велась с большим количеством людей. И ни один из этих людей в итоге желаемый контент за свои 200 долларов не получил. Сама Белла Торн еще 26 августа до инцидента прокомментировала, что ни в коем случае не занимается эротическим контентом. Она этого просто не делает, и платформа ей нужна, судя по ее цитате, для того, чтобы просто желать своим подписчикам доброго утра или доброй ночи, и становиться немножко ближе к народу. Но, ну, дятиной она не занимается. Ну, дятиной не в русском понимании этого слова. Тем не менее, скриншот у нас все еще присутствует. Откуда же он взялся? А очень просто, мальчики и девочки. Это самый банальный фейк, который распространяет непонятно кто, непонятно зачем. Скорее всего, это делает анониму с Форчена ради того, чтобы поржать. Ну, как обычно. Некто Мишель, единственный, видимо, адекватный производитель творчества для онлифанца, замечает, что на этом замечательном, не подвергающемся никакому сомнению скриншоте, слово Торн, фамилия человека, написано с маленькой буквы. При том, что в официальном аккаунте Беллы Торн у нее фамилия стоит с большой буквы. Кто-то может подумать, что скриншот немножко фейковый. Это еще не говоря о том, что даты, мягко говоря, не совпадают, и тем более, эта информация не совпадает с тем, что говорила сама Белла Торн. Вы понимаете, где начинаются проблемы, да? Если пока еще не понимаете, то я добавлю, что помимо этого единственного загадочного скриншота, который пришел непонятно откуда, по сути, никто другой больше не жаловался на то, что его кинули на бабки. Ну, если только он это делал ради того, чтобы поржать, не приводя никаких достоверных доказательств. То есть информация о том, что Белла Торн кинула людей на бабло, она, мягко говоря, не совсем легитимная. Кажется, как будто этого могло на самом деле и не случиться. В конце концов, если уж на то пошло, вы могли бы подумать, что даже голливудскую актрису за откровенное мошенничество могли как минимум забанить на платформе. Но этого не случилось. Она до сих пор на ней сидит и до сих пор зарабатывает свои 2 миллиона долларов в неделю. Это подтвержденный аккаунт, который не подвергается сомнению. Это она и есть. Что-то тут не сходится. Возможно, никакого мошенничества не случилось. Но тогда возникает другой вопрос. А почему тогда OnlyFans все-таки решил дико ужесточить свои правила? Эти ужесточения, по сути, сводятся к двум вещам. Во-первых, потенциальный доход порезали по двум из трем основных статей ровно вдвое. То есть теперь нельзя платить больше 50 долларов за контент единичного характера, то есть когда вы посылаете фотку отдельную, эксклюзивную, если хотите, за отдельную же плату. И нельзя принимать донейшены от своих фанатов более чем 100 долларов за раз. И второй момент. Теперь для того, чтобы вывести деньги с платформы, нужно порядка 30 дней. Вместо того, чтобы за буквально там пару дней их оттуда выводить, или сколько там раньше было, я уже точно не помню. Если вдруг по случайному совпадению вы делаете контент для OnlyFans, можете опять же в комментариях написать, сколько именно времени это занимало, чтобы прояснить эту небольшую информацию. Сами OnlyFans, кстати говоря, настаивают на том, что нововведение никаким образом не связано ни с каким отдельным пользователем, прямо намекая на Беллу Торн, конечно же. Эти перемены вызваны в первую очередь попытками ограничить траты наших подписчиков. И я уже понимаю, где именно у производителей контента начинаются проблемы, скорее всего, именно на этом предложении. И мы, конечно же, слушаем ваш фидбейк, мы обязательно будем менять систему и дальше, пожалуйста, рассказывайте нам о своих впечатлениях. Но я думаю, о впечатлениях OnlyFans узнал довольно быстро и решительно. Я уже вижу, как у вас в голове формируются такие мысли, как «Почему бы просто не сделать два донейшена, если ты хочешь задонатить больше 100 долларов за раз? Почему бы просто не прислать две фотки за тот же самый тариф и не получить столько же денег? Почему бы просто тупо, сука, не подождать эти 30 дней и не наладить торговлю с задержкой в месяц? Я имею в виду, с вами же буквально ничего плохого не случилось. Эти ограничения для вас ничего адового не сделают, производители творчества на OnlyFans'е. Может быть, вы с жиру беситесь? Может быть, заголовки, которые звучат, как «Белла Торн только что испоганила, уничтожила OnlyFans» для бедных, неимущих производителей контента, которые не голливудские миллионеры, которые творчеством занимаются, а вы у них деньги отжимаете с бизнесом. Как вообще таких людей земля-то носит? Вот такие вот подобные статьи у нас появляются на CCN, когда Бернадетта Геакомазо, интересно, сколько у нее подписчиков на OnlyFans, начинает обращаться к Белли Торн на «ты». Как бы проявляет вот это свое гражданское недовольство, хотя она буквально ничего не потеряла, и все, что нужно, это привыкнуть к новой схеме вывода денег, и все. Кому-то может прийти в голову, что девочки, зарабатывающие своими телесами гораздо больше бабла, чем они, скорее всего, так по справедливости заслуживают, кто-то может подумать, что им просто мало, и что они цепляются за любой возможный крючок, только чтобы избавиться от лишней конкуренции, чтобы не допустить знаменитостей на свою платформу, где они буквально печатают бесплатные деньги, потому что чем больше бесплатных денег, тем лучше. Я прекрасно их понимаю, кстати говоря. Не, я понимаю, что я с дикой иронией вот это видео все провел, да, но я провел 4 года на Ютубе. Это, кстати говоря, относится к тем, кто скажет мне, а если бы тебя так, да, то, ребят, 4 года на Ютубе, это буквально клуб обосранных тарелок. Добро пожаловать, я здесь живу уже буквально, вот сколько времени я работаю, столько я нахожусь в этой атмосфере, вы меня не удивите, окей? У вас нету ничего, что может меня удивить, но я их понимаю как раз по этой же самой причине, потому что в тот момент, когда голливудские звезды пришли на Ютуб, он превратился в то, чем он является сейчас, когда в трендах висит Ургант и прочие мейнстримные, там, какие-то телеканалы, и всякая вот эта срань, которую люди смотреть по большей части не хотят, но именно этот контент трендами продвигается, потому что он с Ютубом сотрудничает непосредственно, напрямую. Это то, что Ютуб хочет видеть у себя, да, он хочет быть максимально стерильным, максимально выверенным, чтобы у него не случалось проблем с рекламодателями. А угадайте, от чего случаются проблемы с рекламодателями? От спорного контента. И буквально то же самое происходит с онлифанцем сейчас. Для платежных систем 18 Plus контент спорный, и даже если они зарабатывают на нем много денег, они довольно много денег на нем и теряют из-за возвратов. Они хотят, чтобы контент был все-таки постерильнее, чтобы этот процент возвратов максимально снизить. Ориентировка на голливудских звезд, которые гораздо более стерильно себя ведут, и все еще зарабатывают платформе много денег, таким образом, просто за счет того, что они звезды, да, это тот контент, который онлифанц будет предпочитать и продвигать. Я понимаю вас, работницы онлифанца, правда, я вас понимаю. Я все еще не считаю, что вы заслуживаете своих денег, но, с другой стороны, кто-то может сказать, что ютуберы своих денег тоже не заслуживают. Но, знаете что, я, по крайней мере, в этом честно признаюсь. Я даю эту платформу, пока она доится до последней капли молока, и, черт возьми, я буду продолжать это делать, потому что я люблю бесплатные деньги. Но они не такие бесплатные, как в Нонлифанце, потому что здесь мне нужно actually работать, там, монтировать, снимать что-то, ну, короче, что-то делать, просто фоткать свою голую задницу в душе, это все-таки немножко попроще, но мне так кажется, да, я на самом деле не работал, там, земли не нюхал, все дела. Но, такое вот у меня мнение, да, ребят, я вас понимаю, правда, но давайте вы будете называть вещи своими именами. Вам просто завидно, что у вас отбирают бизнес. И на этом все заканчивается, окей? Окей. И это то мнение, которое я хотел высказать по теме. Если вы с ним согласны, то почему бы не написать в комментариях про свое согласие, потому что это помогает алгоритму, точно так же, как ему помогают лайки и дизлайки, точно так же, как ему помогает подписка на канал Культа с живьем, не забывайте ее оформлять, пожалуйста, и спасибо вам, что вы тратите на меня время, мои дорогие ублюдки, идите сюда.